мое почтение и александр михельсон сегодня в очередном автоблоге вот из этого нового интерьера который кстати я вас непременно попрошу оценить в конце программы я расскажу про новый флагманский супер шикарный внедорожник бмв x7 модель официально еще не представлена произойдет это в семнадцатом году но по ней уже известно довольно много информации и составить представление об автомобиле вполне себе можно и во второй части видео я наконец к своему стыду через два месяца целых даже больше чем через два месяца после объявления конкурса назову его победители покажу вам призы вот эти футболки с автомобильными принтами теми самыми автомобилями которые были загаданы в конкурсе объявлю победителей и наконец-то отправлю по почте эти самые призы итак о самом большом флагманском внедорожнике в бмв заговорили еще в 2014 году и даже присвоили модели заводской индекс g07 это неудивительно потому что почти у всех конкурентов есть уже подобные модели а бмв в этом сегменте не представлен у мерседеса есть флагманский внедорожник джиэль который теперь называется джи л с у кадиллака есть эскалайт есть конечно же еще один мощный конкурент lexus lx ну а далее идут менее статусные модели от инфинити и даже volkswagen бренд который находится очевидно в табеле о рангах ниже чем бмв представил недавно volkswagen atlas тоже огромный внедорожник длиной более пяти метров в общем бмв никак нельзя терять позиции в премиальных сегментах тем более бмв был очень долго законодателям мод в сегменте премиальных кроссоверов благодаря модели x5 кроме того у проекта x7 есть совершенно практическая задача откатать платформу для нового супер премиального внедорожника под брендом rolls-royce этот бренд довольно давно уже принадлежит бмв и в скорости такая модель тоже появится на рынке но я думаю объявит ее скорее всего уже в восемнадцатом году более того главный конкурент бентли уже объявил свой супер внедорожник и rolls-royce вместе с бмв ну никак нельзя отставать по предварительным данным длина флагманского внедорожника достигнет 5 метров 25 сантиметров это больше чем у всех условных конкурентов длиннее только лонг версия cadillac escalade естественно модель будет 7 местной но в топовой версии установят всего четыре кресла но какие для пассажиров 2 ряда предназначены супер кресло трансформеры как в представительских седанах высшего класса с массажем вентиляции и возможностью превратить сидение в спальное место как в бизнес-классах самых дорогих авиакомпаний думаю по уровню комфорта новый внедорожник однозначно превзойдет нынешнего флагмана марки бмв седан 7 серии станет самым роскошным автомобилем от бмв теперь о грустном о ценах некоторые эксперты говорят что стоимость модели может составить 130 тысяч долларов что на данный момент по данному курс рубля к доллару составляет где-то 9 миллионов но я думаю это цена явно завышенная для базовой версии речь скорее всего идет о версии уже неплохо укомплектованная ровно потому что главный принципиальный конкурент бмв x7 это mercedes gls который на данный момент на российском рынке стоит 5 миллионов 400 тысяч рублей в базовой комплектации не думаю что бмв решится сделать ценник своего пусть и шикарного пусть и флагманского внедорожника намного больше чем у конкурента тем более mercedes конкурент действительно серьезно ну а теперь обещанные итоги конкурса вот они эти две футболки два приза я напомню что почти три месяца назад в двух автоблогах я провел конкурс суть его была в следующем за моей спиной на фоне было видео в расфокусе вот с этими самыми моделями тойотовский новый кроссовер и суперкар от mercedes gtr я попросил людей отгадать что это за автомобили и первый кто правильно назвал модель они получают вот эти призы которые я буквально сегодня отправлю по почте теперь я назову победителей для этого загляну шпаргалку и так первую первую футболку с тойотой получает сергей сидоров который кстати моментально совершенно ответил на вопрос хотя модель была еще скажем так не очень известна а сейчас она уже производится в одном из видео следующих я ее подробно покажу так вот сергей сидоров из челябинска получает футболочку с тойотой и вторая футболка уходит в город пенза здесь я тоже посмотрю шпаргалку ровно потому что зовут победителя георгий но фамилию я не знаю как правильно произнести где поставить ударение то ли гуляевский то ли гулиевский но тем не менее георгий из пензы получает вторую футболку с чем я их поздравляю в ближайших автоблогах я снова буду проводить подобные конкурсы и я думаю вы вполне себе через какое-то время сможете стать обладателем вот примерно такой футболки а тем более футболки эти вернее вот эти принты они практически вечные это специальный метод печати который не позволяет изображению и стираться тускнеть то есть пока футболка живая вот эта картинка на ней никуда не денется потому что это изображение буквально вплавляется в ткань под высокой температурой больше того скажу я и для себя сделал несколько подобных футболок и для друзей так что если вдруг у вас будет желание получить подобную футболку ну во первых смотрите мои автоблоги а во вторых пишите я вам скажу сколько это стоит и как скоро я смогу отправить заказ по почте и помните на футболку можно нанести совершенно любую цветную фотографию ну и заключение проанонсирую два свежих видео совершенно недавно вышла полная версия тест-драйва с шикарным премиальным кроссовером от ягуар который называется f-pace кстати это была одна из лучших комплектаций с двигателем мощностью 380 лошадиных сил ну и вторая программа если уж мы начали говорить про внедорожники это тоже полная версия тест-драйва нового рамного кстати внедорожника митсубиши pajero спорт на котором мы путешествовали по горной колывани на алтае на этом я прощаюсь с вами смотрите мои обзоры тест-драйвы и автоблоги на сайте михельсон тиви на канале в ютюбе подписывайтесь на ютюбе уже более 31 тысячи подписчиков много видео и очень бурное обсуждение в комментариях так что присоединяйтесь также традиционно я вам желаю удачи на дорогах счастливо